Алматинцев хотят прививать от ковида в торговых центрах и на рынках. До конца весны в город должны завести больше 100 тысяч доз вакцины. Мы прорабатываем вопрос вакцинации именно населению в торговых домах. Кайрат Нуртас продолжает ходить по вечеринкам. Дважды за неделю известный певец оказался среди нарушителей карантина. Среди них, как нам сообщили, был Кайрат Нуртас. Мы работали в прямом эфире, там отчетливо было видно. Паводки ударили по восточному Казахстану. Река вышла из берегов и затопила дачные участки. Было потоплено на 24 число 31 нежилой дом. В Петропавловске сегодня едва не сгорел рай. Из гостиничного комплекса пришлось эвакуировать 30 человек. Детку сюда на снег положили, а сами пошли в рай. О главных событиях в стране и мире расскажут вам корреспонденты КТК Яка Миложесупова. Здравствуйте. В Акурде недовольны темпами вакцинации казахстанцев. Сегодня Касамжумар Токаев вновь напомнил примеру, что до конца года в стране должны привить 6 миллионов человек. При этом предварительные графики уже сорваны. Из запланированных до конца марта 250 тысяч граждан полный курс иммунизации прошли в 10 раз меньше. Бахтиар Таркеев выяснял, где ищут выход. Казанские чиновники пытаются всячески ускорить темпы прививочной кампании, но проблема в том, что вакцины для этого не хватает. На неделю в Москву пришлось вылетать премьеру Мамину на встречу с главой правительства Мишуйственным и просить о новых поставках «Спутника». А накануне к переговорам подключился и сам президент и по телефону обсудил вопрос с Путиным. Россияне в итоге пообещали 4 миллиона доз до конца года. Закуп организовывается через единый дистрибьютор, в любом случае. Ну, сейчас они достигли договоренности, но еще не заключен договор, идет уже переговоры. Поэтому сейчас будем говорить только после заключения договора. Пока же в стране первым компонентом российского препарата привили всего 107 тысяч казахстанцев, а полный цикл прошли всего лишь 20,5 тысяч. Это меньше 10% от запланированного количества. Слабый темп вакцинации чиновники объясняют дефицитом «Спутника». Его производитель в стране, карагандинский фармкомплекс, еще не вышел на полную мощность. На сегодняшний день никаких срывов. Вот по графику смотрю. 145 должны были, вот это 145 не закрывают. 145 тысяч имеется в виду. Закрывают полностью. И в дальнейшем уже производство, наоборот, уже у них увеличивается. 150, 600, 600 и 595. В итоге до 10 июня карагандинский завод должен поставить более 2 миллионов доз вакцины. Возможно, поэтому глава Минздрава уже сейчас уверенно заявляет о том, что в апреле будет привит миллион граждан. А через месяц они же получат второй компонент вакцины. На сегодня в рамках заключенных уже договоров с карагандинским фармкомбинатом в апреле подтверждено согласно договору 600 тысяч доз. По дополнительной потребности сейчас ведутся переговоры с производителем «Спутника». Отмечу, что отечественный препарат до сих пор проходит испытания. На рынок асковитин выпустят не раньше, чем через месяц. Завод «Россия» на днях начнут вакцинировать уже новым препаратом под названием «Эпивак Корона». Его поставки в Казахстан пока не обсуждались, но Роспотребнадзор уже признал вакцину безопасной. И пока чиновники решают проблему с дефицитом вакцины, в стране стремительно растет количество зараженных. В Красную зону вместе с Нур-Султаном Алматы и Западно-Казахстанской областью сегодня внесли и Атыраускую. Не помогает и введенный локдаун. Самые жесткие меры приняли в Алматы. Но за последние сутки там опять плюс 341 новый случай. При том, что в городе до воскресенья закрыты торговые центры, точки общепита, салоны красоты и спортивные объекты. Бухтияр Даркеев, Роман Расулов, столичное бюро, КТК. Обычный шопинг может обернуться для алматинцев вакцинацией. В торговых центрах и на рынках планируют открыть прививочные пункты. Об этом сегодня заявили в Управлении общественного здоровья. На сегодняшний день в городе работает 35 прививочных кабинетов в наших поликлиниках. Дополнительно мы хотим развернуть еще 15 прививочных кабинетов. Это будут у нас и частные медицинские центры. Далее мы прорабатываем вопрос вакцинации именно населению в торговых домах, на рынках. Правда, никаких деталей о грядущей вакцинации на базарах пока не раскрывают. Сейчас в городе полным ходом идет второй этап прививочной кампании. В нем, как известно, участвуют медработники, педагоги, полицейские, студенты и сотрудники дошкольных учреждений. Следом за ними прививку сделают тем, кто состоит на учете. А уже после укол смогут получить остальные граждане. До конца весны в Алматы должно поступить больше 100 тысяч доз препаратов. В Алматы врач заразился коронавирусом после вакцинации спутником ВИМ. Иван Мельников рассказал, прививку ему поставили в начале марта и перенес он ее достаточно хорошо. Но буквально через неделю мужчина почувствовал слабость, а еще через сутки симптомы усилились. Тогда он решил сдать ПЦР-тест и результат оказался положительным. Сейчас Иван находится на 14-дневном домашнем карантине. Все детали выяснял Болжанов Сеитов. Жуткие головные боли, температура и постоянная слабость. Все это пришлось испытать алматинскому врачу Ивану Мельникову после того, как он получил прививку спутник ВИМ. Похожие симптомы, говорит мужчина, сначала были у его коллег. Сам он инъекцию перенес хорошо и несколько дней на здоровье не жаловался. Но позже все кардинально изменилось. 9-го числа я почувствовал себя не очень хорошо. Я почувствовал у себя недомогание, головную боль и чувство усталости, невероятной усталости. Но особое внимание на это не обратил и решил подождать еще сутки. На следующий день эти симптомы усилились, то есть головная боль стала невыносимой. Мышцы болели так, что невозможно было ни стоять, ни сидеть, ни лежать. То есть в любом положении было больно плохо. Температура тела поднялась до 38,5 градусов. Тогда Иван сдал тест на коронавирус и результат оказался положительным. В тот же день его госпитализировали в инфекционный госпиталь. Там медик провел неделю, а теперь на домашнем карантине. Впрочем, даже после всего пережитого отказываться от дальнейшей вакцинации репродуктолог не собирается. Он заявляет, в ближайшее время вновь пройдет обследование и уже через полгода готов получить второй компонент препарата. После вакцинации, даже если вы заболеете коронавирусом, это заболевание проходит гораздо легче и проще, чем если вакцину не ставить. Поэтому я обязательно рекомендую делать вакцину и обязательно два этапа. Я это делаю для того, чтобы обезопасить как себя, так своих близких, так же и своих пациентов, потому что я являюсь врачом. Сейчас зараженный коронавирусом сотрудник Центра репродуктологии под пристальным контролем инфекционистов. Ситуацию сегодня прокомментировали в городском управлении общественного здоровья. Там уверены, подобный случай при вакцинации первый и, возможно, не последний. Но бояться прививки казахстанцам вовсе не стоит. В этом нет ничего такого, так как полностью иммунитет к вирусу у него не сформировался. В случае заражения после первой дозы человек получает лечение согласно протоколу диагностики и лечения к ВИИ. При необходимости в условиях стационара. Вопрос ревакцинации решается врачами. Между тем, российские специалисты не исключают, что между двумя этапами вакцинации спутником ВИИ вполне возможно заразиться коронавирусом. Но эти случаи могут быть индивидуальными. Эксперты советуют не терять длительности и соблюдать элементарные меры безопасности. Есть смысл после первого компонента вакцинации себя беречь. И даже после второго компонента вакцинации не безбашенно там вот кидаться на всех чихающих и плюющихся людей и кашляющих. В общем, может быть, есть все равно какую-то социальную дистанцию соблюдать. То есть просто риски сильно уменьшаются вашего заболевания. В том числе, если вы вдруг заболеете, то форма заболевания будет существенно более легкая. Но лучше продолжать беречь себя. Уж если даже не для себя, если вы молодой, красивый, здоровый. То хотя бы для людей, которые рядом с вами. Что касается алматинского врача, то он уже идет на поправку и в ближайшее время вернется к работе. Также сам врачи пристально следят за самочувствием его коллег, которые тоже получили российскую вакцину. И пока их состояние у специалистов не вызывает никаких опасений. Если все будет хорошо, то уже в следующем месяце они получат второй компонент спутника ВИ. В Казахстане расширились границы красной зоны в опасном сегменте. По распространению коронавируса сейчас находятся Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская и Тарауская области. Желтая окрашена Октябинская, Алматинская и Карагандинская. Все остальные регионы благополучны зеленой зоне. Об ухудшении эпид-обстановки говорит и статистика. За сутки сразу 1105 человек заразились коронавирусом. 11 скончались. Общее количество инфицированных превысило 236 тысяч. Значительно ниже показатели по пневмонии. Прибавилось всего 6 новых пациентов. Прирост по ковиду большей части приходится на Алматы. Там 341 заболевший. В столице получили 195 положительных ПЦР-тестов. В Шемкенте всего 22. Среди регионов на первой строчке антирейтинга Алматинская область 104 зараженных. 76 на западе страны, 65 в Атырауском регионе. В Карагандинской области коронавирус подтвердился у 92 жителей. В Костанайской два раза меньше. Самые низкие показатели за сутки в Казалардинской области всего 4 новых пациента. Хайрат Нуртас дважды за неделю попался на нарушение карантина. Сначала в интернете появилось видео стоя в семье, где выступал артист. А минувшей ночи его заметили на вечеринке в элитном ресторане Алматы. Веселье прервали сотрудники полиции. Когда они появились, певца пытались незаметно вывести из зала, но ничего не получилось. Тогда Нуртаса спрятали за шторкой. Уйти от ответственности нарушителям локдауна не удалось. Альбина Унирбаева увидела, как угасать звезды. Приглушенный свет, выключенная музыка и грустные лица гостей. За несколько минут до прихода проверяющих в этом ресторане шел масштабный той. При появлении людей в форме столики опустили, а приглашенные гости попытались сбежать. Но ничего не получилось. Выходы из заведения заблокировали сотрудники спецподразделения. Но нарушители карантина не сдавались. Они пытались помешать работе проверяющих и журналистов. Который в костюме оказался никто иной, как любимец казахстанской публики. Это уже второй раз за неделю, когда Кайрат Нуртас оказывается там, где быть не должен. Несколько дней назад в интернете появилось видео из семьи. Певец выступал на мероприятии. И вот теперь оказался уже в алматинском ресторане. Среди них, как нам сообщили, был Кайрат Нуртас. Мы работали в прямом эфире. Там отчетливо было видно. Для всех един закон. Все должны соблюдать вот эти нормы. Вчера данные лица показали свою непрофессиональность, препятствие работе мониторинговой группы. Набрасываясь на представителей средств массовой информации. Всех гостей вечеринки и персонал отвезли в полицию. Нарушителям грозит штраф порядка 87 тысяч тенге. В разы больше придется заплатить владельцам заведения. Проверяющие утверждают, селебрити тоже не уйдет от ответственности. Вот только санврачи говорят, что штрафы уже никого не пугают. Необходимы более жесткие требования. Соответственно, после повторных случаев материалы передаются в судебные органы на приостановление. Но при этом это не останавливает их. Так как до этого всегда говорили рестораторы, что штрафы это неподъемные. Но, как правило, одни и те же объекты нарушают свыше 4-5-6 раз. В общей сложности за праздничные выходные алматинцы нагуляли в ресторанах 71 миллион тенге. Именно такую сумму им придется заплатить в качестве штрафов. Предприниматели, которые нарушали карантин, раскошелятся на 173 миллиона. Между тем, мониторинговые группы разделились на дневных и ночных дозорных. Теперь они проверяют все заведения круглосуточно. Альбина Унирбаева, Думанда Улетбакулы, КТК, Алматы. В Актюбинской области, которая с понедельника находится в желтой зоне, снова закрылись мечети. Главный имам региона сегодня выступил с обращением к жителям. Торбио Спан объявил о том, что пятничный намаз вновь отменяется как в областном центре, так и во всех районах. И попросил верующих отнестись к этому с пониманием. В связи с переходом Актюбинской области в желтую зону с 26 марта 2021 года приостанавливается проведение жума-намаза в мечетях. Вместо этого разрешены пятикратные молитвы. Вместе с тем, из-за большого потока людей по пятницам с 11 утра до 3 часов дня мечети в областном центре будут закрыты. Ситуация в регионе, по данным санврачей, нестабильная. Количество зараженных коронавирусом стремительно растет. За последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев. Всего с начала марта опасную инфекцию подхватило уже порядка 600 жителей области. Причем среди ковид-положительных все больше детей. Поэтому теперь непонятно, как пройдет четвертая четверть. Ранее планировалось, что последние школьные месяцы все, без исключения ученики, проведут за партами. На сегодняшний день, с 1 января по 24 марта, у нас в январе зарегистрировано было 26 школьников. Это разные школы, как и в городе, так и в районах. По единичным случаям. В феврале у нас 33 заболело школьника. В марте 63 случая. В России началось производство третьей вакцины от коронавируса. Уже в ближайшие дни Кови-Вак отправят в регионы. Новый препарат уникален тем, что лишен инфекционных свойств. Но вместе с тем сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Тем временем число заражений по всему миру приближается к отметке в 125 миллионов. Опасная инфекция вызывает все больше вопросов у казахстанцев. Поэтому они спрашивают нас, а мы ищем ответы вместе с экспертами. Алтын Мендебаева выслушала специалистов. Казахстанцев, которые страдают аллергией, с каждым годом все больше. Общее число превышает отметку в 30%. Многие из них опасаются любых прививок. Накануне разработчики спутника ВИЗ заявили, тех, кому действительно противопоказана вакцинация, меньшинство. Препарат категорически нельзя вводить людям, которые перенесли анафилактический шок и отек к венке. Эксперты рекомендуют аллергикам проконсультироваться перед прививкой с врачом и пропить антигистаминные препараты. Для сезонных аллергиков, вот именно ранее весна или вообще холодное время года, самое подходящее время для проведения вакцинации. За 2-3 дня до начала начать прием антигистаминных препаратов, вакцинация не ставится в период обострения аллергического заболевания. Также, если у человека была в жизни когда-то реакция на любую другую вакцину. Я из города Ак-Тубе, меня интересует вопрос вакцинации беременных. Скажите, пожалуйста, есть ли угроза для будущей мамы и ее ребенку? Насколько это опасно? Какие имеются противопоказания? И еще такой немаловажный вопрос. Допустим, все же будущая мама получила эту прививку. Могут ли антитела передаться с молоком матери и ребенку? Прививка от ковида абсолютно противопоказана при беременности и кормлении ребенка. С этим заявлением выступили российские врачи. Они говорят, наверняка не знают, как вакцинация может сказаться на репродуктивной системе матери и самом малыше. Поэтому об уколе рекомендуют подумать заранее. А еще дело в том, что после родов организм женщины ослаблен. И введение иммунопрепарата – дополнительный стресс. Многие спрашивают, почему нельзя вакцинироваться при беременности. Дело в том, что заболевание COVID-19 – это очень сложное многоуровневое заболевание, которое, в частности, вызывает пневмонит, спровоцированный нарушением свертываемости крови. А у беременных очень часто развивается нарушение свертываемости крови. Кормящим матерям нельзя прививаться. Это является противопоказанием к вакцинации официальным. И оно написано в инструкции. Сейчас ученые со всего мира изучают вопрос, могут ли антитела передаться ребенку от матери через грудное молоко. Известно, что оно защищает от многих инфекций. Что же касается коронавируса, точных данных еще нет. Алтымин Дебаева, КТК. В восточном Казахстане затопило десятки дач. В регионе резко потеплело, и из берегов вышла река Облакетка. Под воду стали уходить земельные участки и дома. Масштабы нанесенного ущерба дачники могут оценить только издалека. Добраться до участков можно лишь на вездеходе. Спасатели и сотрудники Акимата выезжали на место накануне. Тогда выяснилось, что за сутки уровень воды в реке поднялся сразу на 73 сантиметра. Она подступила к окнам. В огороды нанесло льда. Поплыли заборы. Сейчас на дачах никто не живет, поэтому подсчитывать ущербы и восстанавливать пострадавшие участки владельцам придется после того, как спадет паводок. Все это время спасатели будут наблюдать за рекой. В дачном обществе «Солнечная долина» общее количество дачных домов составляет 226. Из них было подтоплено на 24 число 31 нежилой дом. В двух домах в пойме реки проживает круглогодичное население. Из одного из домов жители сменили место дислокации. Со второго дома хозяин от эвакуации отказался. До данных домов вода не дошла. Нацбанки страны объяснили ослабление тенге. В первый рабочий день после долгих праздников он потерял почти три позиции по отношению к доллару. Если накануне американцы в обменниках продавали за 421 тенге, сегодня доходил до 424. Федорегуляторы ссылаются сразу на несколько факторов. Во-первых, неоднозначная ситуация на нефтяном рынке. Баррель подешевел на 7% из-за локдаунов в Европе. Жесткие карантинные меры привели к загрузке морских путей и задержке отгрузки нефти. Правда, сегодня цена на нефть вновь стала расти, сыграла роль и нестабильность валют Турции и России. В начале недели лира ослабла сразу на 17% после смены председателя Центробанка. Но позже отыграла почти половину. 3,5% потерял и рубль из-за ожидаемых санкций, что повлияло на отток иностранных инвестиций. В целом, на фоне снижения аппетита к риску у инвесторов из-за ухудшения ситуации вокруг коронавируса в Европе продолжается укрепление доллара США. Обменный курс тенге формируется в соответствии с динамикой внешних фундаментальных факторов. Сохранение неопределенности в отношении перспектив спроса на нефть и ухудшение риска аппетита инвесторов в отношении активов развивающихся стран продолжают оказывать влияние на курс образования национальной валюты. Казахстанские фальшивомонетчики подделали почти 3 миллиона тенге. Больше 800 липовых купюр изъяли из оборота за прошлый год. Это почти на полтысячи банкнот меньше показателя 2019-го. Цифры сегодня озвучили в Нацбанке. Финрегуляторы поясняют, подделывать денежные знаки стали реже. Причина в пандемии. Из-за нее торговые центры и рынки, где чаще всего сбывают фальшивки, были закрыты. А вот качество липовых денег напротив возросло. В основном злоумышленники штампуют самые ходовые банкноты номиналом 2 и 5 тысяч тенге. Больше всего фальшивок выявили в Алматы почти 70% изъятых денег. Минимальные показатели в Атыраусской, Мангостаусской и Актюбинской областях. И вот о чем мы расскажем сразу после рекламы. Петропавловские за пожар эвакуировали постояльцев рая. Жительница столицы хранила героин в нижнем белье. В Актау дошколят не пустили в ясли и вызвали полицию. Вернемся совсем скоро. Будьте с нами. Я очень болен. Очень скоро меня не будет. Вы должны немедленно лечь в клинику. Мне нужно время, чтобы все там думать. Он вернулся. Здравствуй. Чтобы попрощаться. У тебя есть дочь. 18 лет. Зовут Настя. Это что, шутка такая? Я не хотела, чтобы ты знал. Однако новые обстоятельства... Жаль, вы не появились в нашей жизни раньше. ...заставят его бороться. Постараюсь, наверное, встать. Насколько успею? Успеть все исправить. Таблетки. Сколько у меня шансов? Даже если один на миллион, этот шанс необходимо использовать. Премьера в субботу на КТК. У меня собственный муж подсидел и отжал у меня должность. Давай все обсуждать. Что ты обсуждать? Как ловко ты своих кукол вернул? Меня муж объявил алкоголичкой. Отправил в психушку, а потом под шумок забрал все имущества, деньги дома. Главное, дочку. Так вот, каждый выход. Не муж, Даша. А у вас что? Единственное, что у меня отобрал муж, уверенность в себя, чувство собственного достоинства. Смотрите, я, кажется, все поняла. Мне, например, крайне необходимо вернуть должность. А Иза может туда устроиться. Тебе бы хотелось, чтобы твой бывший испытал ту же боль, которую испытала ты. Я хочу быть с тобой. Тогда ты устроишься к гувернатке моей дочке. Здравствуйте. Я по объявлению. Зовем нашу секретную операцию. Клуб обманутых жен. Девочки, сейчас самое время переводить наш план в более решительную фазу. Смотрите в воскресенье на КТК. Петропавловские выясняют причину крупного пожара в гостиничном комплексе. ЧП произошло в сауне, чтобы спастить от огня. Клиенты заведения выпрыгивали из окон. Гостиничный комплекс «Рай» расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные прибыли на место через три минуты после вызова. В первую очередь искали оставшихся в гостинице постояльцев. Из-за многоэтажки эвакуировали 30 человек, в том числе пятерых детей. Для этого использовали сразу две пожарные автолестницы. 29 спасателей справились с возгоранием меньше, чем за полчаса. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Одного человека доставили в травмпункт. Он растянул связки, выпрыгнув из окна. Избежать трагических последствий удалось, потому что пожарные вовремя вынесли из здания 50-литровый газовый баллон. Люди продолжают игнорировать все требования безопасности. То есть продолжают хранить газовые баллоны. Не только хранить, но также продолжают их использовать в домах. Здесь еще раз хотим обратиться и сказать, что ни в коем случае запрещено это делать. То есть это огромная угроза, несет огромную угрозу жизни и здоровью людей. Полиция Мурманской области выясняет причины массовой драки с участием казахстанцев. Конфликт произошел между рабочими одной из строительных площадок. Известно, что пострадали в нем шесть человек. Потасовка произошла в поселке Белокаменка, где расположен вахтовый городок. На кадрах очевидцев видно, что в драке участвует несколько десятков человек в строительной спецодежде. О том, что среди них есть казахстанцы, понятно по выкрикам из толпы. В МИДе эту информацию подтвердили. Там заявили, что конфликт уже исчерпан. Наше генеральное консульство в Санкт-Петербурге немедленно проверило эту информацию и связалось с представителями компаний. Инцидент, оказывается, имел бытовой характер. По информации представителей компаний, вопрос урегулирован и сотрудники работают в обычном режиме. По имеющимся у нас данным, среди пострадавших и задержанных органами правопорядка казахстанцев нет. В Актау сегодня разразился скандал в детском саду. Дошкалят не пустили в ясли, захлопнув перед ними и их родителями ворота. Таким образом администрация решила проучить мамы и пап, которые отказались подписывать новый договор. Директор даже вызвала полицию, чтобы заставить взрослых забрать детей. Станислава Хапина выслушала недовольных. Посмотрите, какой беспредел творится. В 15-м садике орки нет. Как детей не пускают в сад. Этот детский сад работает по принципу государственно-частного партнерства. Около 200 детей получили сюда путевки через Горано. Оплачивать мамы и папы должны были лишь питание. Но потом отдавать деньги пришлось и за дополнительные занятия. В итоге бесплатный садик стал стоить больше 20 тысяч тенье в месяц. Мало того, недавно родителям показали новый договор. По которому, как утверждают недовольные, им в любое время могут поднять оплату. В новом договору, помимо всех прочих пунктов, то, что там поднимается цена за обучение, там самый интересный пункт есть. В котором они имеют право расторгнуть этот договор в одностороннем порядке. Просто так. Надоели, спинка под зад, ваш ребенок получит и все. И ничего никому доказать не сможет. А также они имеют право по этому новому договору поднимать оплату по своему желанию. По словам родителей, администрация идет на все, чтобы они подписали бумаги. Работники детсада перестали пускать малышей в ясли и накануне даже вызвали полицию. А сегодня и вовсе закрыли ворота. При том, что посещение за март уже оплачено. Меня вызывают участковые по нашему микрорайону. И вызывают, говорят, Ирина, ваших детей тут вот из садика выгоняют. То есть приедьте, заберите детей. Ну это вообще, это просто, вот, это разве не беспредел? В ситуацию пришлось вмешаться представителю городской комиссии по делам несовершеннолетних. Он предложил родителям решать вопрос в суде. Я прошу Горану и Аблану вынести этот вопрос на КЗПН, на комиссию по делам по защите несовершеннолетних. Потому что права детей в первую очередь сегодня нарушили. Можно скажу? Не родителей, не предпринимателей, за которых тут Анар Салимов голосовал, а именно права детей сегодня нарушили. Дети остались, можно сказать, на улице. На вопросы родителей директор пока не ответила. Она не захотела разговаривать в присутствии телекамер. Выбирает телевизионный диалог, ответим на вопросы телевидения. Но свою позицию успела донести чиновникам, объяснив, что повышение оплаты в саду связано с ростом цен на продукты и услуги. Впрочем, в отделе образования пообещали прислушаться к доводам родителей. Мы сейчас не имеем права подавать на них в суд. Потому что они по нашей части, по ихней части, они все выполняют. Они открыли детский сад. Детский сад сейчас работает. Идет работа всякая. Со стороны облано оплачивается весь их расход, который ушел в рамках ГЧП. Поэтому я думаю, что если вы не согласны с их дополнительными соглашениями, нам нужно собраться и вместе коллективно подать в суд. В городском отделе образования пообещали, что несмотря на споры взрослых, малыши все так же смогут ходить в детский сад. И проблем с посещением возникнуть не должно. Пускать в здание их обещают до тех пор, пока суд не поставит точку в этом деле. Станислава Хапина, Бейба Тарганбаев, КТК, Актау. Канал поставки героина в Нур-Султан ликвидировали полицейские. Они задержали двоих сбытчиков и изъяли почти полтора килограмма наркотика. На черном рынке такая крупная партия могла стоить 24 миллиона тенге. Запрещенное вещество в нижнем белье хранила 58-летняя жительница столицы. Женщину задержали на улице в то время, когда она должна была передать наркотики своему подельнику. Один пакет с порошком белого цвета и характерным запахом был при ней. Второй обнаружили во время обыска в квартире подозреваемых. Кроме этого, оперативники нашли больше 200 тысяч тенге наличными, электронные весы и шприц с веществом внутри. Подельником женщины оказался 37-летний житель области. Оба были ранее судимы. За сбыт наркотиков им грозит до 15 лет лишения свободы. В Казахстане впервые провели масштабное шоу дронов. В небо на Далматы взмыли 300 светящихся беспилотников. Это огромное яркое облако озарило город, а дальше началось волшебство, где форма и содержание дополняли друг друга. И все это благодаря компании Билайн. Таким образом, крупнейший в стране сотовый оператор поздравил казахстанцев с наурызом. За красочным шоу наблюдал Нургалис Абитов. Пилот дронов и его помощники готовят взлетную площадку для беспилотников. Каждый из них выглядит как игрушка, но вместе это уже целый авиационный полк. Электронный мост каждого аппарата хранит свой персональный маршрут, а спутниковая навигация позволяет избежать столкновений. По словам работников компании, шоу дронов с таким количеством квадрокоптеров одномоментно в Казахстане еще никто не проводил. Наверное, это первый раз и главная мотивация все-таки привезти что-то, что еще не было в Казахстане. И, наверное, шоу дронов это именно та история. Ну и, конечно же, я больше чем уверен, что Билайн все-таки идет в сторону экологически безопасных способов мероприятий. С наступлением темноты квадрокоптеры включают двигатели, светодиоды и к небу устремляются 300 разноцветных звезд. Все они выстраивают невероятные фигуры. Каждая демонстрирует главные атрибуты нашей страны – шаныра, карта Казахстана и даже распускающийся цветок. И это далеко не все сюрпризы, которые подготовила компания Билайн. Кроме этого, каждый клиент компании Билайн Казахстан смог получить специальный подарок, набрав команду «Звездочка-22-решетка». В общем-то, мы очень рады, что это шоу, что это представление пришлось по душе зрителям, нашим клиентам и всем казахстанцам. Крупнейший сотовый оператор Казахстана обещает продолжить радовать и удивлять жителей страны. Ведь в Билайн лучше других знают, как объединить казахстанцев с помощью высокоскоростного интернета и самой стабильной мобильной связью. Нургали Сабитов, Фарид Якубов, КТК, Алматы. От Мицелии до Града в Казахстане сохраняется неустойчивая погода. На территории нашей республики объединятся сразу два циклона из районов Средиземного моря и Северо-Западный. Они принесут с собой осадки, местами сильные. Синоптики прогнозируют метели, а на юге возможен град. Точные данные для каждого города смотрите прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Напомню, что статистика по ковиду неутешительная. Количество больных за сутки резко возрастает. Принимайте все меры предосторожности. Помните о дистанции, носите маски, тщательно обрабатывайте руки. А я и корреспонденты КТК прощаемся с вами. До завтра. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok